Месяцев через восемь, благодаря попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы с большими выразительными глазами. Именно так выглядела муму у Тургенева. Мы решили пофантазировать и проверить, как могла бы выглядеть современная муму. Встречайте у нас в гостях Анна Лаптева и биверы. Доброе утро. Здравствуйте. Почему же порода называется биверы? Ну, потому что порода названа так в честь ее создателя, господина и госпожи Бивер. Порода немецкая, выведена в Германии. Редкая порода может похвастаться точной известной датой ее возникновения. Бивер может. Это 20 января 1984 года, когда в Германии у госпожи и господина Бивера, в их питомнике, от двух юных чемпионов мира, вдруг родился вот такой вот бело-черный щенок. Хозяева были в шоке. Великолепные собаки и вдруг мутация. Но господин Бивер решил, что окрас этого щенка великолепен и заслуживает внимания и открыл программу по разведению трехцветных йорков. Так они тогда были названы. Буквально за считанные годы порода обрела бешеную популярность. Звезды, бизнесмены, то есть вся элита хотели такого щенка. То есть приставка а-ля помпон, это дана одной актрисой. Когда увидела она щеночка, ей показалось, что это комочек шерсти. Она сказала, ой, а-ля помпон. То есть долгое время Бивер носил приставку а-ля помпон. То есть собачки, вот действительно, как комочек шерсти. А тяжела ли такая собачка? Сколько весит она? Эта собачка весит до трех килограммов. То есть больше она не бывает? Больше не бывает. Вот эта собачка, это наша дочечка, она немножечко поменьше, она 2,4 кг. Сколько ей уже по возрасту? Ей полтора года. А вот мамочка, она побольше. Это три килограмма собачка. Вот, Анна, скажите, породе уже как бы 30 лет, да, получается? Ну, где-то так, да. Много ли вообще в Ярославле таких Биверов? Вот знаете, как бы, когда еще два года назад, три года назад я ее покупала, я считала, что у меня первая собака. Но меня разуверили в этом, сказали, что вторая. И собак этих, ну, невозможно было встретить на улицах. Мы гуляли, нас как только не называли. И намешанный Йорк, и не пойми чего, и просто милая дворняжка. И, в общем, знатоки, ну, высказывали любые мнения. Ну, и всем мне приходилось объяснять, что это бивер, что почитайте в интернете, что это очень, ну, интересная порода. А вот сейчас мы уже ходим, нас уже узнают, и на выставках уже появляются две-три собаки. То есть сейчас, в принципе, собачка уже набирает, да, набирает, да. Не популярность, она популярна. Набирает известность вот уже в широких кругах не собаководов, скажем так. Оль, как ты думаешь, у Герасима могла быть вот именно такая муму? Знаешь, вот я, кстати, читала, по некоторым данным проводили такое исследование, что, скорее всего, муму была с паниелем. С паниелем? Да. Почему такие данные? Так что будем надеяться, да, что тогда утоп не бивер. Да, я думаю, что, ну, никому в голову не придет топить бивера. Я бы не смог. Потому что, ну, это бивер, вообще, настолько солнечная собака, эта собака праздник. Она всегда в хорошем настроении, это вот море позитива. И когда вот приходишь домой, вот уставший, там, с каким-нибудь неприятствием, сядет лапкой вот так вот. Да ладно, все пустое. И вот сядет, порадуется. Вот, ну, то есть... То есть человеку приносит только положительные эмоции, да, такая собака? Безусловно. А я вот еще слышала такой факт, что от этой собаки, так сказать, не пахнет собачатиной. Это правда? Ну, да, конечно. Кошатиной от нее пахнет, да? Нет, ну, просто от собак иногда такой специфический запах. Многие его не переносят. Вот именно эта порода собак, она практически не пахнет. А с учетом того, что при уходе, в процессе мытья используются бальзамы, кондиционеры, то собачка пахнет очень даже приятно. А я слышал, что у них гипоаллергенная шерсть, так ли это? Ну, вот прямо вот сказать, что вот гипоаллергенная, ну, наверное, вот, ну, из разряда это фантазий. Но шерсть не линяет, не имеет запаха, то есть... А часто ли вам приходится причесывать своих собачек? Ну, причесываем мы два раза в неделю. Когда у собак, у этих была выставочная карьера, конечно, они причесывались чаще, ну, и содержались, ну, в другой шерсти. Сейчас это вот, ну, домашняя шерсть. Да, вот, конечно, ножками поднимутся. А можно ли этих собак обучить каким-то командам вообще? Поддаются они дрессировке? Дрессировке поддается любая собака. Здесь только желание хозяина. Ну, вот поскольку вот именно у этих собак задача радовать их хозяев, ну... То есть команды сидеть, голос, они... Нет, это все они умеют. Но я думаю, что здесь, наверное, не будут вам показывать. Потому что немножко переживаются. Да, потому что, во-первых, непривычная для них обстановка, а во-вторых... Ну, они же культурные собаки, они не будут лаять на телевидении, да? Наверное, да. Анна, ну и, наверное, такой вопрос. Дорого ли стоит щенок бивера? Ну, как всегда, это, ну, неудобный для меня вопрос. Знаете, цены разные всегда. На каждую собаку индивидуально. То есть есть такие собаки, которые сопоставимы по стоимости, ну, со средним, сказать, автомобилем. Вот. Есть собаки, которые там стоят 20 тысяч, 25. То есть это, ну, выбор каждого. Выбор каждого. Ну, как я еще расскажу, вот эта собака, она полностью закрытый чемпион, то есть очень высокого класса. Вот эта собачка, она выставлялась единожды только, как бы в сравнении получила лучшего представителя породы. Вот, ну, и на этом ее выставочная карьера, собственно говоря, кончилась. Потому что необходимости такой нет. Да, и еще хочу вот показать, вот, может быть, вы заметили это тоже, вот, что окрас у них разный, да? Вот это бело-черное, а вот это черно-бело. То есть стандарт допускает, как такой вариант, как и такой. То есть это уже на любителя. То есть если вы хотите брюнетку, вот, пожалуйста, если блондинка, тогда вот этот самый. То есть, а я вот почему-то сначала подумала, что это с возрастом уже как-то начинает немножко тусклить. Нет, да? А цвет глаз у них какой-то особенный? То есть одинаковый? Карий, да. Цвет глаз не зависит от окраса. Карий. Анна, спасибо большое за интересный рассказ. И от нашего генерального спонсора Дольча и Дольча Вита вам в подарок. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!